Всем привет! Мотовелосипед, который я отъездил целый год, немножко поломался, его нужно ремонтировать. За год у него были тоже много всяких проблем, ремонтировался и ездил. Самая главная проблема, это двигатель, что-то он стал немножко звуки издавать какие-то странные, такие вот звенящие. Появился люфт на коленвале, то ли верхняя, то ли нижняя головка шпна. Ну, люфт в ней там появился. В общем, нужно двигатель смотреть, он как бы запускается. Сейчас я его запущу. Такой вот звенящий звук издает двигатель. Очень грязная рама тут все закакана смазкой, потому что очень смазывали цепь. И эта смазка вся летела вот сюда. Глушитель немножко тут вареный уже, но в принципе сейчас с ним норма. Педальки, каретка шатается немножко. Нужно подтянуть переднее колесо с люфтиком, нужно люфтик убрать. Заднее колесо надо будет полностью переспицевать на другую втулку. Заднее колесо будет меняться, ну, на такое же, чтобы обод был не такой буквой П, а вот такой буквой В. Потому что покрышка на таком плохо сидит. Покрышка становится яйцом на этом ободе. Не очень ровно надо ее выравнивать руками. А на этом она хорошо центруется, покрышка. Звезда задняя под замену. Бак был зачем-то покрашен какой-то краской. Редуктор снят, но с редуктором все нормально. Он, конечно, ремонтировался. Первичный вал, посадка под подшипник. Но сейчас он в норме. Я его пока снял. В общем, было решено этот двигатель оставить на долгий ремонт. То есть потихоньку ремонтировать. А вместо него поставить новый. Ну вот он, редуктор. Везда тут, конечно, тоже съедена хорошо. Вот куплен новый комплект. Такой же с это, с временным редуктором. Тут и бак новый. Сразу бачок поставлю новый. Тут он какой-то весь измазанный. В общем, весь комплект. Кипочка новая. И звезда должна быть тут. И где-то новая. В общем, буду ставить новый комплект. Вот такая новая звезда. Блестит, отражается. Масло заливалось регулярно. Менялось. С маслом все должно быть нормально. Посмотрим, что там с маслом. Ну вот, масло есть. Он немножко криво стоит. И оно немножко потекло. Но масло в норме. А, еще вот это вот. Вот это вот все тут грязно. Потому что масло сливалось на это место. И поэтому еще от этого тут много грязи. Этот двигатель уже со сливом сбоку. Бывает еще вот здесь вот пробочка стоит. Можно аккуратно вниз слить. Но тут такой вариант, что сюда вот на это крепление масло льется. Снял двигатель. Что тут можно на раме увидеть. Переднее крепление. Здесь вот изолента была намотана. Тут вроде нормально все немножко продавилось. А задняя часть, вся изолента продавилась до рамы. Надо тут не изоленту мотать, надо резиновую. Резину намотать. Движочек снят. И вот нижняя рама. Видно, что она треснута. Вот здесь вот треснута. И вот здесь вот треснута. То есть в противоположных углах. Держалась только вот на этих вот двух болтах с одной стороны. И двух болтах с другой стороны. Но при этих трещинах, вон, двигатель стоял вроде нормально. Особо не шевелился. Крепко держался. Заднее колесо, как я и говорил, будет меняться. Вот есть другое заднее колесо с V-образным. Ну, вот таким ободом в профиле. Она уже стояла на мото-веселосипеде. Но тут проблема со втулкой. Втулку надо поменять. Вот втулка. На втулке видно сварка. Вот в этом месте. Это я говорил, что вот это кольцо, оно просто напрессовано сюда. Я их подваривал точечками. Да и то, эти точки уже потрескались. Ну, в общем, они все треснули, эти прихватки. Новая втулка, китайская. Ну, такая же. Также напрессованы вот эти вот фланцы. И нужно их немножко закрепить. То есть я вот с этой внутренней стороны сварочкой подварю их, прихвачу. Ну, не так, как там, точечками. Я надо немножко побольше сюда наложить, чтобы лучше держало. И вот эту втулку надо заспицовать в это колесо. Тут уже спицы толстые стоят. Просто нужно переспицевать. Ну, и вот эти отверстия надо будет рассверливать под толстые спицы в зеленые. Разобрал старое колесо. Собираю новое колесо. Колесико готово. Ровненько получилось. Теперь нужно ставить звезду. Установил звезду. Звезда встала без особых проблем. И получилась она ровненько. Установил колесо. И думаю, вот в комплекте шла звезда с шатуном. А вот который был шатун. Это тоже из комплекта мото-велосипеда. Но они разные. Вот это из нового комплекта. Немножко поменьше. То есть, крутить педали будет полегче, чем вот на этом. И если сравнить длину шатуна. Вот если вот так вот поставить. То длина шатуна где-то сантиметра на два. Наверное, длиннее вот этого черного. То есть, это еще упрощает вращение колеса. Я, наверное, все-таки поставлю вот эту новую звезду. Чтобы было проще крутить. Пристраиваю двигатель. Двигатель влезает. Надо только тут отверстия просверлить дополнительные. Вот в этом креплении. Потому что вот здесь вот есть второе отверстие. Как бы влезает. А здесь оно уже вот здесь. То есть, надо просверлить отверстие. Вот. Кто-то мне писал, что можно бак установить. Вот на эту нижнюю трубу. Бак сюда влезает. В принципе, нормально влезает. Даже свободное место есть. Но бак здесь не такой, как на дырчиках раньше был. У них сбоку была горловина. И было удобно. Я нашел у себя такой бак. Вот он. И можно примерить. Они, в принципе, одинаковые. Практически, это, наверное, понятно. То ли советский, то ли китайский. Ну, с виду, с китайским они один в один. В общем, вставим вот сюда. И вот он так тут удобно встает. И удобно горловина расположена. То есть, можно один сюда вставить бак. Второй вот сюда. Будет два бака. И получается двухбаковый мото-велосипед. В этом двигателе я заметил, что у него две пробки для слива. То есть, вот здесь вот снизу. И вот здесь вот сбоку. Поэтому в пластине вот здесь нужно сразу сделать отверстие под слив масла. Подготовил пластину для остановки. Сделал отверстие для слива масла удобного. Просверлил дополнительное отверстие для крепления. Вот этих вот штук. И вот в этом месте немножко выпилил под раму. Потому что рама такая, с этой стороны острая. И вот под этот острый край я сделал вот такую вот выборку. Ну вот теперь она хорошо устанавливается. Надо намотать резиночки и установить пластину. Я снял крышку редуктора ременного. И тут я увидел некоторые изменения по сравнению со стандартной. Со стандартным редуктором. На стандартном редукторе вот в это место ставится вот такая чашка. Там подшипник. И на этом подшипнике установлено колокол сцепления и шкив на одном болту. Немножко проблемное. Потому что этот шкив садится на подшипник. И в этом месте эта посадка прославлена и со временем разбалтывается. Вот эту вот деталь я только что ремонтировал. Наваривал на изношенное место металл и протачивал. Ну, чтобы посадка плотная была в подшипник. Вот это только-только с ремонта еще даже не устанавливал. А тут что? Тут вообще все не так. Колокол стоит. Колокол прикреплен к коленвалу двигателя. Там она или на скользящей посадке, или там подшипник возможно стоит. Но если это латунь какая-то или бронза, то скорее всего на скользящей посадке. То есть суть в том, что колокол и колодки установлены на коленвалу. Прикручены в коленвал. Первый раз вижу такой редуктор. Сейчас я сниму вот эту часть и посмотрим, как там устроено. Вот для сравнения здесь стандартный редуктор, который раньше был. Открутил 4 винта. Снимаем редуктор. Ой, гравера посыпались. Ремень тот же. Этот шкив. Тут такая шайба стоит, чтобы не откручивалась. У стандартного вроде такого не было. Такой шайбы. Ну, вроде шкив такой же. Такого сцепления. Оно установлено прямо на коленвалу. Так, надо как-то открутить. Так вот зафиксируем. Вот колокол на втулочке. А вот эта втулочка вынимается. Скользящая посадка здесь. Никакого подшипника нет. Ну, она скользит только тогда, когда сцепление пробуксовывает. Когда оно сцепляется полностью, то оно уже вместе со всем крутится. И тренинг не происходит. Колодочки. Шайбочка. Вот старый двигатель, а вот новый. Вот эта часть. Буртик вот этот. Здесь больше. Здесь меньше. Где-то на миллиметров на 10, наверное, здесь разница. Вот тут он выпирает, а тут чуть-чуть выпирает. Коленвал. Видно, что он другой. Здесь он с конусом, без шпонки. Да, шпонки тут нету. А здесь он вал прямой и со шпоночкой. Это говорит о том, что сцепление тут уже так просто не найти будет. Вот это сцепление. Вот такое вот оно дороговато стоит. А другое сюда не поставить. Ну, или как-то тут надо переделывать. В общем, это какая-то другая модель уже двигателя. В отличие от старого. Вот. У старых двигателей никогда не наблюдал, что две пробочки. Или здесь, или там. А у этого две пробочки. И вот здесь, и сбоку. Может быть, по этим признакам можно будет как-то их идентифицировать, чтобы покупать определенный тип двигателя. Не очень я рад этому сцеплению. Ну ладно. Посмотрим, как оно себя будет вести. А вот так вот это все крутится. Ну, к сцеплению на коленолу это более правильное решение, по-моему. Меньше проблем вот с этим подшипником. То есть, их вообще не будет с этим подшипником. Ну и лишних деталей меньше. В таком сцеплении. Лайфхак к этому комплекту. В комплекте идет шланчик вот такой и фильтр топливный. Ну, шланчик он такой говенный немножко. А на карбюраторе вот здесь слив с карбюратора тоже есть шланчик. Вот я его уже поставил. Он уже такой хороший. Виниловый вроде бы. Ну, такой. Видно, что качественный. И вот его можно использовать как топливный шланг хороший. А этот шланчик на сливе карбюратора в принципе нафиг и не нужен, потому что очень редко он вообще используется. Ну, на крайний случай можно вот этот топливный туда присоединить. Ну, хотя он там не держится. Будет теперь хороший шланчик стоять топливный. Прикрутил глушитель. И теперь дополнительный бак уже сюда не влазит. Если бы был глушитель покомпактнее какой-то, то он бы влез. А так глушитель мешает поставить. Электровелосипед, которому не хватал датчик хола. Все-таки приехал датчик. Пассивный датчик. Как его? Пас-ассистент. Сейчас буду вставить. Ну, сразу поставить не удалось. Потому что надо было распиновку правильно посмотреть. Цвета у датчика другие. И, в отличие от того, что был вот так вот правильно подключать. Черный на черный. Желтый к зеленому. Красный к коричневому. Датчик установлен и работает. На этот двигатель я установил счетчик моточасов. Прикрутил его прямо к крышке двигателя. Не знаю, как он себя тут будет чувствовать. Ну, пускай тут будет пока. И так же сделал велокомпьютер поставил. Будем следить пробег этого велосипеда. И буду отслеживать пробег этого мото-велосипеда. Вот. И замерять максимальную скорость. К этому двигателю с таким сцеплением уже, типа вот таких редукторов, уже не поставить. Потому что сцепление тут уже другое. Двигатель установлен. Нужно делать первый запуск. Масло я залил. Бензин тоже залил. Будем пробовать, запускать. Какие-то шайбочки посыпались. Готовые оп Spot. Бензин тоже залил. Один из непрознавия. Движок запустился, в колокол видно, что болтается. Движок запустился, в колокол. Движок запустился, поеду обкатывать потихоньку. Вот этот проводок близко к глушителю, надо его как-то подвисать по-другому. Сразу из доработок нужно вот этот хомут глушителя менять, потому что заводской он слишком жидкий и ломается. Я вот из железа вырезал, понадёжнее будет. И крышка редуктора, вот с задней стороны вот этот хвостик, он тоже жиденький. Его лучше тоже сразу поменять, мощнее какой-нибудь сделать. Я его сейчас тоже сразу заменю на более мощный. На этот мостов велосипед нужно ещё установить фару. Прикупил вот такую фару. Зарядка Type-C, кнопочка, крепление вот на таких штучках двух. Ну, они здесь как T-Past, так вот сюда заезжает и фиксируется. Вот, включаем первый свет, второй, третий и четвёртый мигающий. И ещё есть тут секретный пятый свет. Если нажать на эту кнопочку и держать, то включатся ходовые дневные огни. Такая вот полосочка. И что тут ещё хорошо, что вот, например, включили какой-то режим. И через какое-то время просто нажимаем кнопку и выключается. Не следующий режим включается, а полностью выключается. Это хорошая функция. Это мне нравится. Нужно как-то её установить, но тут проблема в том, что здесь корзинка стоит. И она будет загораживать весь световой поток. На руле... Если на руле нужно очень высоко ставить, это как-то не очень хороший будет вариант. Впереди на корзинку тоже. Она тут болтается, тоже не вариант. Вот ещё можно поставить куда-то вот туда снизу. Вот тут зарядка даже показывает уровень заряда. В общем, я пока как делать не решил. Нужно как-то придумывать, куда фонарь поставить. А то сейчас уже темно становится. Здесь линзы непрямые, линзы под 45 градусов скошенные. И вот сверху там пластинка. И там светодиоды налеплены. И там светодиоды. Спидометр работает. Моточасы работают. Нужно съездить покататься. Сейчас куда-нибудь съезжу покатаюсь. Немножко его обтрясу. Спасибо. 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 Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехал вот в такое место, река Онега Здесь небольшой обрывчик Сейчас вода наполовину убылая Ветра сегодня практически нету Погода замечательная Можно даже искупаться Велосипед едет Проехал 8 километров уже 29 километров в час скорость Максимальную развивал Больше пока не газую Потому что нельзя Потому что обкатка Двигатель установлен на резинках И немножко шевелится Надо сейчас приехать домой И подтянуть Крепление двигателя Все-таки я решил Сказать искупаться Погода хорошая Нужно купаться Пока лето Людей что-то совсем нету Никто не хочет купаться И даже рыбу никто не ловит Водичка Вот такая Можно искупаться Надо было ехать в тапочках А то тут неудобно ходить Искупался Водичка нормальная В следующий раз Нужно взять с собой сап И на сапе покататься Поеду обратно Сапе покататься Сапе покататься Пробег составил Почти 14 километров Максималка 29 Тут на глазу стоит Этот ограничитель Я его убирать не буду Все моторы Которые я Вот эти ставил Они с ограничителем ездят Цепочка потихонечку вытягивается Нужно ее Подтягивать со временем Все вроде нормально Едет хорошо Особых проблем Нету Ну и надо решить Проблему с фарой Куда-то ее прилепить Пока не решил куда Но надо Куда-то прилеплять Ну на этом, наверное, все До следующих видео А сколько моточасов наездило А сколько моточасов наездило 0,8 моточасов Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова